Вот долгожданная наша встреча с Ольгой Алексеевной Бутаковой. Вы настолько меня впечатлили своей деятельностью. Непонятной природой уже нет тех свойств, а возможно даже и опасно. И некоторые люди пишут, а правда ли это? Нет, это абсолютная неправда. Все проблемы, это внутренние проблемы, которые всего лишь внешне проявляют себя. 15 лет назад я совершенно по-другому выглядела. Я сейчас больше тебе нравлюсь, чем раньше. Ольга Алексеевна ответила на вопросы зрителей наших. Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Добрый день, Юрий Андреевич. Я очень рада снова с вами сотрудничать после нашего небольшого перерыва. И мне всегда интересно с вами работать и в эфире, и в записи. Поэтому давайте возобновим наше замечательное сотрудничество и расскажем людям, что сейчас происходит, каким образом они могут защитить свое здоровье и каким образом на территории Кораллового клуба мы решаем эти проблемы. Да, и вот в этой связи у меня, знаете, первые такие вопросы, что называется, как говорится, быка за рога, чтобы время лишнее не терять. И, по сути, люди бы услышали важные ответы на важные вопросы. Вот в первую очередь меня интересует наших зрителей вот такой вопрос. В последнее время в Коралловом клубе, причем это я слышу уже год, наверное, если не больше, ну, около года точно, что некоторых препаратов нет. То один, говорит, пишет, то другой нету, нету, нету. Ну, и сразу в связи с этим еще вопрос, могли бы вы разъяснить ситуацию про какое-то вот разделение, что ли, Кораллового клуба? За что же люди переживают? Ведь а где настоящий сайт, а где поддельный, как быть и так далее? Вот будьте добры, на это очень важный вопрос сначала. Нет, ну Коралловый клуб на месте, Коралловый клуб развивается. Коралловый клуб, значит, изменил форму и усовершенствовал ее. То есть сейчас Коралловый клуб работает, поставляет продукцию в 150 стран. Их всего 184, вот в 150 стран мы уже поставляем. Причем это делается практически одним нажатием кнопки. Так и остались склады в 38 странах. Россия развивается. У нас был определенный период переформатирования, потому что содержание у нас всегда было очень такое глубокое, а форма у нас немножечко не успевала. То есть немножечко отставали компьютерные сайты, немножечко отставала система как бы рассылки. Сейчас все это приведено в норму, улучшен маркетинг план, потому что было время, когда Кораллов пробовал разные стратегии, потому что сетевая компания это прежде всего лидеры, а мы до этого базировались в основном на потребителях. И сейчас клуб нашел равномерный баланс между интересами лидеров и интересами потребителей. Поэтому все на месте, все прекрасно, все развивается. И уже пошли первые результаты. То есть компания уверенно, очень уверенно набирает обороты, присоединяются новые страны. И Академия здоровья на месте. То есть 18 лет уже Академия здоровья работает исключительно для интересов Кораллового клуба. И поэтому, естественно, мы приблизились впервые в мире к технологии здоровой жизни. Мы еще с вами об этом не говорили, потому что, Юрий Андреевич, существует 1069 технологий лечения разных болезней. И мы это с вами знаем. Но не было единой технологии здоровья. То есть вы технолог по питанию очень крупного мега уровня. Я специалист по биологически активным добавкам. Но вот настало время, чтобы мы с вами соединились. То есть мы никак не можем без вашего питания. Ну, 100%. Вот. А мы сейчас как раз попробуем это сделать и нашим зрителям продемонстрировать на примере проблем с суставами. Артрита, артроза, то, что очень многих волнует сейчас. Мы как раз сейчас, чуть позже, когда еще несколько вопросов я задам, как раз перейдем. Я надеюсь и я уверен почти, что на этой теме мы продемонстрируем вот этот вот системный подход. Давайте, знаете, как вот все-таки, а вот что с препаратами, которые все-таки некоторые стали как-то исчезать, чего-то нету. Я не могу сейчас, правда, не помню, какие конкретно, но вот действительно... У нас ушло из линейки 40 продуктов. Причем ушло по достаточно серьезным обстоятельствам. Ну, во-первых, они морально устарели. Морально устарели. Во-вторых, появились технологии, которые на несколько порядков выше тех технологий, которые были. В-третьих, Коралловый клуб идет, в принципе, к эксклюзивности. Потому что, ну, смысла нет продавать то же самое, что продают сотни там других сетевых компаний. На некоторые продукты ужесточились сертификационные меры именно в России. Потому что в Европе, а у нас ведь огромная часть Коралла расположена в Европе, продуктов, по-моему, на 8 продуктов больше, чем у нас. И поэтому наши дистрибьюторы могут через сайт выписывать с Европы, с Украины, еще откуда-то. То есть все продукты, которые ушли, были заменены равноценными продуктами. Но по технологиям гораздо превышающим, во много раз превышающим качество тех продуктов, которые были. Вот, например, у нас была клетчатка ProFiber, да? Очень хорошая клетчатка, на мой взгляд, была. Мы с ней работали долгие годы. Но сейчас появились такие технологии, что она у нас была нерастворимая. То есть, ну, она как бы висела крупными хлопьями, хотя она была эксклюзивная. А сейчас у нас появилась клетчатка, которая в виде геля, в виде суспензии, имеет 100% натуральные вкусы, вкус черники, например. И имеет такую консистенцию, что она употребляется просто как смузи. Ну, совершенно невероятная, потрясающая вещь. А между этим содержат и растворимые волокна, и пектины, и нерастворимые волокна, и исключительно 100% подсластители в виде стевии. То есть, то же самое произошло, например, с витаминами группы В. У нас были витамины группы В достаточно неплохие, но при, скажем, дозировке рибофлавина была такая, что моча немножечко желтела. И компания посчитала, что, ну, надо сделать, привести все в идеальное соответствие с суточным и, так сказать, ну, суточным дозам, да? Теперь мы получили новый продукт, который называется Тести Би. И исключительного качества, со вкусом лайма, ну, просто вот конфета, натуральная конфета. Или, например, у нас появились детские, детская омега со вкусом апельсина. То есть, это совершенно другой уровень, причем по особой технологии изготовленная. Я думаю, когда-нибудь с вами сделаем, ну, скажем так, может быть, вебинар по новым продуктам, потому что... Я как раз сейчас думаю, потому что очень важно людям действительно сказать, что вот ушел такой продукт, но на его место стал такой. Рассказать о свойствах, достоинствах, в чем преимущества. Ну, вы знаете, людей очень важно еще, особенно нашу аудиторию, волнуют вопросы. Вопросы, вот, чтобы вы рассказали, как оно есть, конечно же, на самом деле. И сто процентов. Какие есть компоненты в составе данного продукта, например, синтетические, или там только, например, из трав, растений, плодов и так далее, только натуральные. То есть, вот это тоже очень важно указать, потому что для кого-то это вопросы принципиальные. Ну, мы с вами сделаем такой видеокаталог. Давайте сделаем с вами, у меня предложение к вам. Давайте сделаем такой небольшой видеокаталог. Вы говорите, как это существует в продуктовом мире, рассказываете, какие бы продукты, например, ну, я не знаю, там с омега-жирными кислотами, например, да? И рассказываете, каким образом сыроеды, вегетарианцы, веганы по всему миру могут решить этот вопрос, да? А я предлагаю свое решение. Тогда у меня просьба, вы мне, пожалуйста, какими-то группами, ну, по 10 или по 20, скиньте, значит, вот, например, там омега-3 разбираем, или там жирные кислоты вообще, или еще что-то. И я, например, подготовлю вам, а потом мы встретимся в скайпе также, и нашим зрителям все расскажем. То есть, какие у них есть варианты. Такие, такие, такие. Вы знаете, Юрий Андреевич, это будет мегапроект, потому что работать с таким диетологом, как вы, ну, это просто за счастье. Потому что, вот, я раньше занималась исключительно биологическими добавками, но вы настолько меня впечатлили своей деятельностью, что я сыроедение и вегетарианство, и веганство, и оптимальное питание сейчас включила даже в базовую концептуальную схему питания человечества. Включая специи, включая травы и включая весь тот ваш опыт, который, так сказать, мы с вами имеем совместный. Да, отлично, конечно, очень рад. Ольга Алексеевна, а вот скажите еще такой очень важный вопрос насчет, ну, одного из основного продукта Кораллоклуба, это Коралловый кальций, Кораллмайн так называемый. Раньше, я знаю, был так называемый в самом начале Алкомайн, потом изменилось название, возможно, не только название, но как мне вот, например, один человек, который, кстати, был раньше в Коралловом клубе, сказал его личное мнение, я в этом не разбираюсь, хотел бы вас узнать. Он сказал, что с определенного момента Коралловый клуб, вот этот Кораллмайн, стал там не в Японии, откуда позиционировалось, что окина, вот это все, так сказать, привозить, добывать и так далее, а какой-то вот, ну, непонятной природой уже нет тех свойств, а, возможно, даже и опасно. И некоторые люди пишут, а правда ли это, услышав это в сетях или где-то, и, конечно, важно вот разъяснить, как оно есть на самом деле в данном вопросе. Нет, это абсолютная неправда, Кораллмайн это бренд Кораллового клуба, и когда это был продукт Алкомайн, он переводился в щелочные минералы, но дело в том, что история Алкомайна, мы ведь продали миллиардные пакетики еще там 3 или 4 года назад, миллиардный Саше Коралла, естественно, этот продукт сейчас является одним из самых притягательных, потому что он, во-первых, натуральный, да, и, естественно, появились подделки, естественно, люди начали брать просто песок, условно говоря, насыпать его в пакетики, потому что технология, но ее проверить нельзя, да, и начали выставлять в аптеках и в каких-то других местах, поэтому Коралловый клуб решил уйти в другую сторону, он забрендировал это название, то есть, потому что дистрибьюторов огромное количество во всех странах мира, и мы должны были быть твердо уверены, что никто в этом мире не имеет продавать Коралл, Коралл Майн под другой маркой, поэтому наши дистрибьюторы все перешли на марку Коралл Майн, теперь это брендовая, и за то, что кто-то будет использовать этот бренд, ну, естественно, наступят какие-то юридические санкции, Коралл остался тот же самый. Некоторые дистрибьюторы говорят, что там есть небольшой такой вот чуть-чуть, что вода не хранится долго, да, она и не должна храниться. Юрий Андреевич, вы же понимаете, что это органика, это органит кальция в какой-то процентовке, наряду с карбонатом кальция, и что вот этот вот скелет склеротинии белого коралла, который присутствует в оригинальном Коралл Майне, естественно, он создает благоприятные условия для жизни в этой воде. А раз это благоприятные условия, значит, естественно, если она хранится, например, при температуре там 30-40 градусов, в закрытой бутылке пластиковой и так далее, да, естественно, возникают какие-то органолептические свойства. Для этого Коралл иногда добавляет в нее серебро, но дистрибьюторы уговорили в принципе, чтобы был чистый Коралл, потому что тот, кто понимает, тот понимает, что именно органическая форма кальция, она собственно и делает воду благоприятной для жизни. Вот вы же аквариумист, один из самых крупных в России, да, я помню ваших вот этих скатов пятнистых, которых вы вывели, вообще ничего в мире не существует подобного, да. Так вот представьте себе, что они будут жить в воде, которая не портится, не гниет, не живет, не дышит и не преобразуется. Что с ними произойдет? Ну, естественно, они погибнут. Поэтому живая вода, это не та вода, которая хранится годами, это та вода, которая благоприятна для всех форм жизни. Согласны со мной? Ну, конечно, более того, что такой параметр, как ОВП, то есть вот эти свободные электроны, они именно свободные, они долго не могут в среде удержаться, летучиваются. Счастье разговаривать с умным человеком, потому что мы с трудом объясняем всему миру, что такое свободные электроны, которые улетучиваются. А люди говорят, что вот через двое суток там минус ушел, конечно, он уйдет, это же именно свободные электроны. Конечно, естественно. Нет, это я как раз очень подробно в своих лекциях о воде, о физико-химических свойствах воды объясняю. Так сказать, и зрители наши, конечно, уже это знают, потому что это у меня в десятках видео, так или иначе, к слову, или специально тема акцентирована была, поэтому это уже более образованно. Ну, естественно, это нужно людям объяснять в разных, так сказать, с точек зрения в разных аспектах, так сказать, жизни, вот когда мы касаемся воды или, ну, в первую очередь воды. Хотя, кстати, например, этот эффект переноса свободных электронов был открыт еще, ну, уж больше 10 лет назад нашими русскими тремя академиками. И, кстати, доказано, что, например, эритроциты крови, например, наши кровяные тельца, форменные элементы, вот эритроциты, на примерно 80% как раз питаются за счет энергии свободных электронов, как раз. И поэтому люди, которые живут в горной местности, у водопадов где-то, у речек быстрых, имеют огромные преимущества в плане вообще здоровья и энергетики по отношению к тем людям, которые тем более проживают в городах, которые не имеют этого воздействия, эффекта переноса свободных электронов. Согласна. Свободные электроны – это и есть свободная жизнь, по сути дела. И ведь мы кислородом дышим не напрямую, он ведь растворяется в воде. И когда кислород находится в связанных формах, эритроциты не могут его захватить. Это именно свободные электроны. Вот. Более того, кислород в тканях, в клетках усваивается гораздо с большим КПД, то есть даже когда его остаточной концентрации кажется мала, когда есть наличие атомов водорода. И вот водородная вода как раз – это огромная уникальная тема, которая сейчас в мире во всем тоже очень известна. Есть специальные приборы, вот мы занимаемся этими приборами в том числе. И, кстати, проводились такие опыты неоднократно во многих странах мира, учеными, которые этим вопросом занимаются, когда, например, помещали в аквариум стеклянные мыши и крыс, но всегда на них проводятся эксперименты в науке. И вот, значит, они дышали, понятно, больше углекислого газа, кислород, его концентрация уменьшается, они начинают засыпать, как бы должна констатироваться была в скором времени смерть. Но начинают генерировать водород, только водород туда поставлять. И они встают, оживают и начинают дышать тем остаточным, низким содержанием кислорода, то есть его оказывается, становится, то есть достаточным и хватает его для продолжения функций жизнедеятельности на определенный период времени. Видите, как вот интересно тоже, насколько… И гиперкапнея на этом же основана, и, кстати, однофамилиц у вас был аппарат Фролова был, да? При пониженном, так сказать, при пониженном уровне кислорода, естественно, организм попадает в шок. И, естественно, он включает все механизмы саморегуляции, которые приведут его к жизни. Понятно, что он последнее выбрасывает, что называется. Но я думаю, что у воды еще очень много различных загадок, которые и на нашем с вами веку мы еще сможем с вами открыть. А по поводу продуктов компании «Коралловый клуб», я вас заверяю, что качество осталось на высочайшем уровне, потому что качество продукта – это основной бренд «Коралла». И любой человек может сделать анализы, любой человек может обратиться в компанию, в отдел сертификации, и ему расскажут, что включают, как включают, потому что эта информация не секретная, и качество – это основной бренд «Кораллового клуба». Всегда был и есть. Очень хорошо. Скажу сразу для тех наших зрителей, кто еще не в курсе, не в теме, или кто хочет определенные препараты сейчас или позже приобрести. Хочу сказать, что по данным видео, дорогие друзья, будет ссылка, по которой вы можете перейти сразу на страничку того самого настоящего «Кораллового клуба», зарегистрироваться там по реферальной ссылочке. Там все текст там описано. Очень просто, понятно, никто не ошибется. Зарегистрировавшись в «Коралловом клубе», вы сможете получать скидку, а именно клубную цену, то есть не ту розничную, обычную, а как член клуба, и, соответственно, просто экономить свои средства разумно, покупая нужные вам препараты, какие вы сочтете нужным, ну, послушав, соответственно, лекции определенные, либо сами разобравшись в том или ином вопросе. Это просто моя вам подсказка и, как бы, совет. Вот. Ольга Алексеевна, скажите, а вот, наверное, я все-таки задам этот вопрос. Вы знаете, он пришел мне просто сегодня. И вы знаете, может быть, вы об этом не знаете, мне следовало бы раньше вам, наверное, скинуть этот, такой вот, как бы, текст. Я скину потом, но в двух словах скажу так. Один человек из, видимо, открытых источников, потому что он ссылается на определенный видеоролик, я у него попрошу, кстати, его ссылку. Вот этот человек написал следующее, что Сноуден, тот самый известный человек, который разоблачает определенные, так сказать, действия спецслужб США по контролю над людьми и так далее, опубликовал буквально недавно еще сенсационную информацию, что, оказывается, долгое время представители очень многих компаний, занимающиеся в том числе пищевыми вопросами и пищевой промышленности, которые поставляют во многие страны, в том числе в России, в разные продукты, и поставляли раньше, оказывается, были изобретены. Ну, помните, тут вот очень многие фильмы, было много таких сюжетов на разных каналах про непонятных каких-то червей, паразитов, которые, так сказать... Да, я слышала, да, слышала, тема интересная, да. И вот они чуть ли не в Кока-Колу, чуть ли не в куриные ножки, ну, в общем, везде заражают, потому что это действительно, по крайней мере, с точки зрения логики, это разумно, если, как говорится, в гонке и в той самой продолжающейся, что называется, холодной войне, поскольку горячее, понятно, не сделать, то это вполне разумное оружие. И вот, судя по тому, что и как у людей по непонятным причинам, порой, казалось бы, но проявления, он четко описывает, что и как проявляется, какие органы как разрушаются. И вот спрашивает человек, вы уверены, подскажите, что лишены ли, поскольку Коралловый клуб, там есть американские препараты, вот как бы не может ли быть такого, что и они в том числе, потому что в биодобавке это тоже, как говорит Сноуден, добавляют. То есть вот вопрос. Да, тревога людей вообще понятна, потому что в мире так много стало лжи, много стало обмана. К счастью, к нам это не относится. Во-первых, у нас свой завод есть, свой завод, то есть это абсолютно, так сказать, сертифицированное производство. Во-вторых, у нас делается продукция во многих странах. Это Япония, это Армения, это Германия, это Франция, то есть это целый ряд европейских стран. И вот последняя продукция у нас готовится в Германии, то есть это одна из самых высокоразвитых стран. Во-вторых, что у нас внутреннее производство, то есть мы не имеем отношения ни к каким другим сетевым компаниям или к рынкам пищевых добавок. То, что у нас все собственное, все свое и все абсолютно эксклюзивное. Потому что все этапы технологического процесса находятся под полным контролем. И так как у нас президент живет в Торонто, то практически это собственное производство с постоянным секундным контролем. То есть здесь в принципе даже невозможно никаких подделок. Мы сами пьем эту продукцию и уже в течение 18 лет. Вот мне многие говорят, что смотрят мои лекции какие-то, которые были 15 лет назад. И говорят, вот вы сказали вот это. Я говорю, милые мои, я сказала это 15 лет назад. Они говорят, да нет, Ольга Алексеевна, вы там выглядели хуже, чем вы выглядите сейчас, вы говорите, сейчас выглядите лучше. Я говорю, так друзья мои, прошло 15 лет с того момента, как это было. И я вижу людей, которые в коралл-клубе, которые пользуются этой продукцией. Время для них как бы остановилось. Время для них как бы остановилось, потому что мы общаемся 18 лет с этими людьми. И люди лучше, лучше и моложе, и краше. Я сама хочу снять все свои старые ролики, потому что 15 лет назад я совершенно, так сказать, по-другому выглядела. Я сейчас больше тебе нравлюсь, чем раньше. Энергия у меня другая. То есть я пью эти продукты, мама пьет, у меня пьют все практически. И вот единственное, в чем мы уверены, я говорю, что ни в чем нельзя быть уверенным, да, ни в ценах, ни в политиках, ни в дружбе там России и Америки. Единственное, в чем мы уверены, это в качестве своих продуктов. Вот качество у нас незыблемо было, потому что любой человек мог брать и делать на любых анализаторах наши продукты. И делали, и делали, и рассказывали, и доставляли, и за эти 18 лет не было ни одной претензии, которая была бы обоснована. Другое дело, что люди не знают состава, люди каким-то образом недопонимают, но все претензии клуб принимает. То есть раньше были, знаете, даже какие, сегодня люцерна не такого цвета. Объясняли, что дождей не столько было, что это натуральный препарат, что только химия может быть того же цвета, вкуса и размера, как она была. Все, что связано с настойками, с натуральными продуктами, конечно, от качества сырья все это зависит. Та спирулина. Более того, очень важно здесь подчеркнуть, что даже мед с одной и той же пасеки в разный год имеет разный вкус, консистенцию, потому что могут быть климатические, по влажности, по, так сказать, иным факторам разные свойства и погодные условия, при которых разные виды трав в большей или меньшей степени дают цвет. Соответственно, больше или меньше концентрация тех или иных минералов. Ну и, как следствие, другой цвет и вкус. Да, да, согласна. Ольга Алексеевна, ну давайте, знаете, что тогда? Вот как сделаем, наверное, правильно будет, мне кажется, что наши зрители, если есть какие-то вопросы, какие-то есть сомнения или просто нужно что-то разъяснить, мы их попросим под данным видео написать эти вопросы. Мы обязательно на них потом обязательно ответим. Прямо сюда пишите под видеоролик, вот в Ютубе на канале, или вы где его смотрите. Лучше в Ютубе просто он, я его лично просматриваю, все видеоролики в Ютубе, отзывы людей. А сейчас давайте мы, очень мне прям хочется рассказать и об этом уникальном продукте сейчас скажем. Возможно, вы что-то еще подскажете, и как вообще Коралловый клуб, как лично вы рекомендует использовать продукты, когда у людей есть такие проблемы с суставами, как артриты, артрозы, вообще, когда есть какие-либо иные проблемы с суставами и суставной жидкостью. То есть, соответственно, что бы вы порекомендовали, методику. А я, исходя из того, что вы скажете, сейчас тоже проанализирую, дам, возможно, какой-то совет дополнительный, как методами такой науки, как, например, фунготерапия, фитотерапия, что еще можно посоветовать. Потому что у меня есть свое соображение на эту тему, но я бы хотел вначале вас послушать, особенно про такой препарат, который я знаю как очень хороший, это белурон. Белурон – это вообще новое слово в биологически активных добавках. И что самое интересное, его придумал не врач, а его придумал ветеринар. И гиалуроновая кислота – это одна из серьезнейших проблем медицины вообще. Вот я по специальности врач-лимфолог, и, по сути дела, межклеточное пространство – это у нас ведь особая форма гиалуроновой кислоты, которая может быть то гелем, то золем, может густеть, может быть более такой. И, по сути дела, внутри и на базе этой гиалуроновой кислоты уже происходят все внутренние биохимические процессы. Так вот, Душик, так его фамилия, фамилия такая замечательная, он, в принципе, проводил эксперименты на крупных животных. Вот представьте себе, что, например, скаковая лошадь, и у них огромное количество травм. А скаковая лошадь, можете представить себе, сколько она стоит. И лошадь – это не человек, и если у нее болит колено, если у нее болит лодыжка, если у нее болит сустав какой-то, она не просто не побежит, она даже не пойдет, потому что ни одно разумное животное не будет нагружать свои суставы без надобности. И использовались очень многие разные методики. То есть раньше гиалуроновую кислоту добывали из гребешков петухов. Ну, то есть сложнейшие технологии. Кстати, вот те инъекции красоты, которые некоторые женщины делают. Я, кстати, против всех инъекций красоты и никогда себе не делала ни одного укола, так сказать. Потому что я понимаю о серьезности транскожного введения любых органических веществ генетически другого существа, да? Конечно. Этого не может быть. Даже, извините, я зрителям поясню, даже если это не белки непосредственно, а любые ткани, клетки, так сказать, то все равно есть информационная составляющая. Конечно. Если не только белок, как антиген, непосредственно может воздействовать, то может воздействовать информационно, о чем уже давно доказали ученые, ну, такие, как тот же Горяев, например, да, академик и так далее. Поэтому, естественно, это категорически делать я тоже не советую. Да, потому что все это потом придет, догонит. Все это придет, догонит, потому что наш иммунитет, суть которого очищение, кстати, имьюнити переводится с латинского именно как очищение, да, он должен отслеживать всю чужую информационно-волновую, генетическую, хромосомную информацию, он должен ее уничтожать, потому что иначе речь идет о перепрограммировании клетки, да. Так вот, этот ученый разработал гиалуроновую кислоту, но была очень сложная проблема, как провести ее внутрь через желудок. Ведь самая большая проблема в том, что эти длинные цепи, они в желудке расщепляются и потом уже не могут активно встраиваться в наш обмен. Так вот, он соединил ее с инвертированным сахаром, и биалурон – это такая двойная форма гиалуроновой кислоты, которая заходит, расщепляется, попадает в межклеточные вещества, в частности, во внутрисуставные промежутки, снова собирается и усиливает концентрацию гиалуроновой кислоты в суставной жидкости. А вы ведь знаете, как растет сустав? Он практически суставная хрящ, он растет налипанием как бы, то есть у него особая форма образования вот этих, да? Ну да, коагуляция такая. Да, коагуляция особая такая, да. И вот там из-за повышенного уровня вот этой гиалуроновой кислоты наблюдается, я сказала бы так, регенерация хряща. Ведь что самое важное? Самое важное, что при нарушении осанки у людей нагрузки на коленные суставы, на голеностопные, на тазобедренные, вот эти хрящевые гиалуроновые, значит, покрытия, скользящие, по которым сустав скользит, да, они очень часто стираются. Кстати, там еще проживает огромное количество грибов, потому что, ну, по сути дела, не зря ведь называют это сахарная косточка, да? Вот эти вот глико-глико, всякие протеиновые молекулы, они очень, скажем так, их очень любят грибы для своего развития. Питательные, они очень питательные. Они очень питательные, они очень энергетические, это практически консервированное солнце. И когда грибы попадают в коленные суставы через лимфатическую систему, да? Да. Естественно, целью их является именно вот эти вот сахарные молекулы. И поэтому, когда мы имеем возможность увеличить качество, количество, свойства вот этой внутрисуставной жидкости, значит, мы можем, в принципе, говорить о регенерации суставов. И было замечено, что при приеме биоурона не только восстанавливаются хрящи, а идет нарастание прямо хряща. То есть человек делает рентгеновский снимок, КТ, МРТ, и видно прямо увеличение вот этой вот там миллиметровой, там двухмиллиметровой прослойки этого хряща. Но одновременно улучшается гиоуроновая кислота в тканях, в коже, в подкожных, так сказать, ну, в подкожных структурах. И человек сразу отмечает, что легче смазка, легче движение, тургор ткани появляется, упругость появляется. И женщины, которые у нас принимают уже ее давно, продукт у нас уже несколько лет, то есть они отмечают процессы омоложения, причем достаточно серьезные. То есть не только непосредственно хрящевой ткани, там, скажем, в коленных суставах, но и в целом организма, да? Конечно. Это же и хрусталик, между прочим, это и стекловидное тело, то есть везде, где в межклеточных пространствах и присутствует вот эта гиоуроновая кислота, а она является сутью, по сути дела, межклеточного пространства, как матриксом таким, да, везде наблюдаются положительные сдвиги. Давайте сразу разберем очень важный момент. Вчера я с одной пациенткой общался, как раз у нее была такая проблема. Я бы хотел вот ваше мнение как раз услышать. В свое время у нее обнаружили, ну, скажем так, лимфому, да, что-то, может быть, она, ну, там точно не то, что не поставлен, может быть, лимфа, грануломатоз, но, в общем, что-то очень серьезное. И когда она, изменив образ жизни, она тогда еще, так сказать, по наитию что-то делала многое, но тем не менее у нее были улучшения. И когда она прошла курс, говорит, по дурости, как сейчас она это говорит, уколов гиалуроновой кислотой, у нее началось обострение и уже в активную форму перешла болезнь, что сейчас приходится, так сказать, принимать неры уже другого порядка. Вот могли бы сказать, в чем риски, и когда люди идут на уколы, вот в том числе, коль у нас речь зашла о гиалуроновой кислоте, в чем здесь проблема? Значит, дело в том, что лимфома, это, как правило, вирусное заболевание, как правило, оно вызывается вирусом Эпштейна-Бара, как правило, потому что это единственный вирус, который был доказан 100%, что он может вызвать именно это онкологическое заболевание. Лимфогрануломатоз может вызываться и хламидиями, и другими формами, а вот лимфома, конкретно Эпштейна-Бара. Так вот, лимфа, это ведь жидкость, которая берет начало из межклеточной жидкости. Вот представьте себе, что как бы шланги прокинуты в межклеточное пространство, и она тянет из них вот эти, так сказать, эту влагу, да? Так вот, если, так сказать, ей вводили искусственную вот эту гиалуроновую кислоту, которая не прошла таможню желудка, кишечника, которая не стала собственной, родной, которая не соединилась при помощи механизмов собственного организма. То есть не вовлеклась в биологический оборот биохимических процессов. Да, да. Она, по сути дела, ввела ее сразу напрямую туда, куда нельзя было вводить, потому что таможня не дала добро. Вот это вот очень важно. Все должно поступать через желудочно-кишечный тракт. Абсолютно верно. Вот почему я говорю, дорогие друзья, даже если у вас там кожные проблемы, да, вещества есть, дополнительные кремемази есть, которые действуют через кожу частично, но все проблемы, в том числе кожные, это внутренние проблемы, которые всего лишь внешне проявляют себя на коже, например, и лечить нужно все через кровь, и клетки обновляются, даже кожи лица, так сказать, тоже через кровь, через кровеносную систему, через питательные вещества и действующие лечебные вещества. Кстати, кожа ведь эпидермис. Вот представьте себе, я всегда привожу этот пример, мне мальчик один молодой привел его на нашем семинаре. Я читала семинар по косметологии, и он говорит, ну вот вы рассказываете про кремы, про то, про сё, по 25-е, а говорит, вы считаете, что можно восстановить эпидермис, который случился, и чтобы ему объяснить, я ему так привела такой пример, нет, нельзя. Говорю, представьте, вы приходите, подходите к коре дерева, да, ну к березе, например, и вы видите вот эту случившуюся кору, это то же самое, что эпидермис кожи человека, и вы начнете ее замазывать кремами для того, чтобы это мертвые клетки, которые должны случиться и уйти, чтобы они приросли, то есть этого никогда не произойдет, потому что клетка высыхает только снаружи для защиты, а на самом деле под ее слоем содержится огромное количество новых, живых, здоровых клеток, и через 15 дней эта клетка должна уйти в небытие, слущится, и поэтому мы должны использовать в основном уход за кожей, невозможно снаружи убрать морщины, как-то восстановить это, это все, ну, иллюзия такая, очень красивая, косметологическая, хотя можно некоторый дизайн такой навести, но все здоровье, все красота рождается внутри, также и в суставах, то есть мы должны научиться, получая сырье, вырабатывать собственную молекулу гиалуроновой кислоты, потому что это не такая простая история, как нам кажется, и вот душику это удалось. Скажите, пожалуйста, а кому бы вы советовали и при каких проблемах, и может быть не только при конкретно каких-то проблемах, принимать этот препарат, как его принимать, и возможно еще один вопрос, с чем лучше и как комбинировать, например, чтобы усилить эффект? Значит, я думаю, что это надо делать тем людям, у которых идут нарушения именно внутрисуставной жидкости. Начинаются щелчки в суставах, начинается как бы скрип, вот суставы скрипят, это не сказка, это они действительно скрипят, начинается тяжесть, тугоподвижность, начинаются какие-то проблемы с отложением солей, потому что вот как как суставная жидкость высыхает, там должна быть абсолютно слизистая молекулярная структура, и когда, естественно, при обезвоживании, при нарушении эластичности коллагена, эластина, нарушении суставных взаимосвязей, нарушении действия лимфатической системы, когда этот процесс истощается, вот самое время добавить, то есть не надо ждать, когда уже произойдет какая-то крутая деформация или ревматоидный артрит, потому что с ревматоидным артритом как раз вопрос, надо подумать, кто там живет в суставах, да? А вот именно... Это уже в любом случае автоиммунные заболевания, когда наш... Да, конечно. Там уже либо грибы живут, либо бактерии, стриптококи, либо хламидии, то есть у нас огромное количество микроорганизмов, которые поражают именно суставы. Так вот, мы не, скажем так, не пропагандируем биоурон для лечения тяжелых ревматоидных артритов и так далее. Мы его предлагаем людям, у которых начались первые признаки разрушения костно-мышечной системы, именно скрип, именно тугоподвижность, именно дистрофические изменения, именно усталость суставов, потому что если у человека, например, идет перекос позвоночника, и он давит на правый коленный сустав, это не факт, что биоурон ему вызовет, так сказать, это выравнивание, потому что осанку надо, по сути дела, выравнивать. Это мышечный тонус, это уже надо работать. Конечно, связочный тонус, да, естественно. Поэтому мы рекомендуем это в начальных стадиях, либо когда человек пытается привести в порядок всю гиалуроновую кислоту в организме, если он одновременно чувствует истощение кожи, пропадание тургора, если он одновременно чувствует истощение каких-то ресурсов, которые дают ему ощущение молодости, живости. Вот гиалуроновая кислота, она ведь тоже не на всех этапах может работать, но мы ее, скажем так, продвигаем как средство профилактической настроенности на костно-суставную мышечную систему. А какие дозы, как принимать конкретно? Вот купил человек препарат, насколько ему хватит одного тюбика, как принимать конкретно? Прям расскажите, пожалуйста. Значит, там есть мерный стаканчик, мерный стаканчик, который, в принципе, надо выпить в течение дня. Значит, одной бутылочки хватает на полмесяца, в дозе идет две бутылки, как раз месячный курс. Рекомендуется проводить два месячных курса в год, но если как бы мы делаем профилактику, если человек делает как бы полное омоложение или действительно регенерацию суставов, он может принять это немножечко и чаще, но тем не менее мы рекомендуем два раза в год и по мерному стаканчику. У нас есть люди, которые занимаются в Хоралл-клубе 90% именно белуроном, они получают совершенно потрясающие результаты. Представьте, у пожилых людей, которые уже с трудом передвигались, появляется легкость в суставах, появляется, скажем так, бодрость, появляется ощущение гидрации, гидротации этих суставов. Это очень хорошее. То есть, по сути дела, это отодвигание старости. Потому что, как женщина встает, как она садится, как у нее колени, так сказать, разгибаются, сгибаются. Ведь об этом, это все, скажем так, по этим признакам судят о возрасте женщины, да? Ну и мужчины, кстати, тоже. Спортсмены отмечают потрясающие результаты. Я, Ольга, всем более того скажу, что я тоже рекомендовал определенным людям при проблемах с суставами принимать, и те, от кого обратная связь потом была, я слышал именно достаточно быстро, буквально в течение месяца-двух улучшения. То есть, это говорили все, это я могу подтвердить. Скажите, а что дополнительно при проблемах с суставом из препаратов, имеющихся в коралловом клубе, разумно принимать, то есть в комплексе? Да. Ну, всегда разумно принимать витамин С, разумно принимать серу, МСМ, потому что сера входит в состав аминокислот метиониновых, целая группа метионин, содержащих аминокислот, да, и по сути дела это мышечный корсет. И поэтому я всегда рекомендую наряду с биолуроном серу. Я всегда рекомендую лецитин, я всегда рекомендую принимать хлореллу, потому что там очень высокое содержание омега-3 жирных кислот, кстати, растительного происхождения. Значит, мне очень нравится в соответствии с этим комплекс Б, то есть, Б у нас совершенно новый продукт появился, да, и вот Б, С, значит, Д обязательно. У нас есть кальций жевательный с витамином Д, то есть, но единственное, в России его нету, какие-то проблемы с сертификацией, но он есть у нас в Европе. Но на самом деле с витамином Д, кстати, что вы скажете, из каких продуктов мы можем получать витамин Д, вот особенно вегарианцы и веганы? Очень просто, элементарно. во-первых, я скажу, что все-таки витамин Д проходит определенную трансформацию до той, скажем, формулы, когда это уже усваивается, участвуют в биологических наших биохимических процессах, и, конечно, это необходимо солнце, солнце сезонное, и даже зимой, у кого есть проблемы с этим витамином по определенным причинам, я рекомендую делать так, чтобы не простудиться, закрыть все двери, если у вас в доме, в квартире, когда зимой выпадает солнечный день, вы берете, открываете окно, когда работают батареи, и сзади дверь в комнату, в коридор закрыта, не продует, и вы встаете, поднимаете майку, ну, если это понятно, мужчина, или, так сказать, спину, подставляете под солнце хотя бы 10 минут, и это уже достаточно даже раз в неделю, чтобы обеспечить организм достаточной концентрации витамин D, но, тем не менее, D3, тот самый, есть в одном продукте, ну, условно, растительном, это гриб, это белый гриб, и если вы, дорогие друзья, это мой совет уже зрителям, значит, допустим, высушите его, только ни в коем случае не термически обрабатывать, а, например, в дегидраторах, при 35-38 градусах, не более, то эти сухие, как чипсы, грибы, можно измельчать в порошок, добавляя в салаты или куда-то еще, это, во-первых, очень вкусно, во-вторых, очень полезно, там огромное количество разных витаминов, в том числе группы В, но главное, там есть тот самый D3, это чуть ли не единственный продукт, где абсолютно в 100% усвояемой форме будет тот самый витамин D, который необходим нам, вот так вот природа, так сказать, предусмотрела. Юрий Андреевич, браво, я ведь не зря задала этот вопрос, меня спросили, особенно вегетарианцы и веганы, они часто со мной общаются, Ольга Алексеевна, а где взять витамин D в растениях? Я громко хлопнула глазами, напрягала все свои извилины, Юрий Андреевич, я ничего не могла придумать, клянусь вам, я говорю, вы знаете, я позвоню Юрию Андреевичу пролом и спрашиваю, потому что я некомпетентна в этом, вот я бы, я честно, я не, ну я всегда признаюсь, если я не знаю, я честно говорю, не знаю, вот все ожидала, но что меня спросят, где витамин D находится, ну никак не ожидала, короче, я не знала. Вот, как раз тема цены нашей вот общения, потому что мы как бы с разных сторон подходя, мы можем вот действительно к системному подходу подойти, к серьезному комплексному системному подходу по улучшению действительно качества и продолжительности жизни человека объективно, причем это знание основано, вернее, вот уже в самом моей констатации, так сказать, фразы, да, я сказал, уже ответил на вопрос, то есть это не какие-то верования или гипотезы, а это именно те знания, которые, так сказать, мы можем объяснить с точки зрения биологии и биохимии, с точки зрения подтвердить практики, потому что люди на себе уже, так сказать, это тысячи людей попробовали, а практика критерий истины, но и в этой связи, вот что еще хочу сказать, а то забуду про белые грибы, ведь там еще есть все незаменимые аминокислоты, кстати, есть в том числе и сера органическая, то есть это уникальный проект, кстати, насчет серы, это и зеленый горошек, и фасоль молочной зрелости, ну и, так сказать, тоже как с высоким содержанием серы продукты, если мы говорим, люди обязательно спросят, а какие же продукты, да, вот тоже, вот, а Ольга Грися, а вот давайте, знаете, что мы сделаем, если вы не против, я сейчас скажу, какие я бы мог дать дополнительные рекомендации тем людям, которые прислушаются к совету вашему, и будут потреблять белурон, при проблемах с уставом, что же еще таким людям, чтобы не в два раза, во много раз ускорить, усилить процесс регенерации хрящевой ткани, межуставной жидкости, и, так сказать, вот, излечения, хотите рассказать? И то слово хочу, очень хочу. Вот смотрите, итак, даю сразу конкретные советы, значит, кто-то это успеет заготовить сезонно сам, кто-то, ну, у нас это есть, можно приобрести, потому что я лично своими руками, так сказать, ну, в большом масштабе не успели, в следующем году будет в большем, а пока вот в малом масштабе, но, тем не менее, сейчас я поясню, что я имею в виду. Когда, например, лоси, зимой, а они, как известно, имеют большую массу тела, но маленькую опору на каждое, так сказать, копыто, и в этой связи, они, снег, даже если это очень глубокий наст, он проваливается под их весом. Им, беднягам, зимой трудно, у них к весне суставы изнашиваются, и вот, что как природа предусмотрела все, что лоси ищут первым делом по весне, они ищут первый гриб, который по весне появляется, это строчки, но только не путайте, дорогие друзья, не сморчки, которые очень важны для, например, укрепления, улучшения зрения человека, ну или любого животного, а именно строчки. Так вот, строчок есть обыкновенный, есть гигантский, другие виды, но тем не менее, обыкновенный и гигантский, я их в первую очередь имею ввиду. Значит, он прекраснейшим образом, этот гриб восстанавливает хрящевую ткань. Нам, конечно, есть его не надо, там есть свои особенности, есть определенные яды, но, что я рекомендую, и как это делается? Берется, он делается водочная настойка, примерно 40-50% спирта, концентрация жидкости, и тот же по объему масса измельченных строчков свежих. Настаивается это, не менее двух недель потом выцеживаются, убираются жмых, из грибов остается жидкость, которая хранится в холодильнике, вытяжка спиртовая. И вот потом этим смазываются суставы. Каким образом? Берется, например, ватные марли, вот эти, так сказать, кружочки, такие, как они там называются, вот эти, такие ватные, значит, диски. Вот, человек смазывает сначала, например, коленку, мы говорим о коленке, предположим, хотя любые суставы. Смазывает, втирает, 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 высохло, берет вот эти ватные, значит, пропитанные строчковой настойкой, кладет, откладывает сустав, немножко пергаментом, потом, ну, чем-то теплым, закутать, чтобы, так сказать, такой некий, такой, как компрессор, где-то минут 30, потом открывает, еще раз смазывает, так делает хотя бы два раза в день, утром и вечером. Можно этот эффект усилить еще в несколько раз, если взять измельченные, высушенные корни сабельника болотного, и примерно такой пропорции настоять, вот 70% этой уже готовой строчковой настойки, спиртовой, ну, водочной, правильно сказать, и 30% от объема измельченных корней сабельника болотного, настоять это еще две недели, и вот тогда, ну, правда, их можно уже и не вытаскивать из этой баночки, оставить даже так, пусть если, ну, если кто хочет, может процедить. И вот это уже абсолютно доказанный факт, вот такая комбинация приводит даже к регенерации хрящевой ткани, наложение с белуроном здесь быть не может, она против, это будет только усиливать друг друга. И последнее, что я хочу сказать, это есть еще, еще лучше комбинация, когда вы берете такую же только мухоморную настойку, из шляпок мухомора красного обыкновенного, и, значит, две недели, вот так, как я сказал, пользуетесь, втираете два-три раза в день, кто как может, а две недели мухоморной настойкой, а в конце, когда через полчаса после уже высыхания, значит, настойки, просто кремом мухомор, есть такой крем, ну, вот он у нас, например, есть, и вот этим кремом мухомор, можно просто мазать потом, втирая, и вот просто результаты изумительные. Ну, а в комбинации это будет, еще если изменив питание, добавив те компоненты, такие, как правильно, хлорелла, спирулина, сок проростка пшеницы, проростки кунжута и амаранта, например, да, ну, этот результат будет абсолютно на 100%, вот такие вот я рекомендации хочу дать. Вот, вы знаете, мне очень понравилось с вами работать, потому что все, что вы говорите, я этого не знаю, 100%, да, то, что я говорю, вы, возможно, знаете, а то, что вы говорите, я точно не знаю, поэтому для меня всегда приятно и почетно с вами работать, потому что, по сути дела, большая часть вашей жизни ушла именно на изучение этого, то есть моя жизнь ушла на лечение болезней, и сейчас я хочу наверстать, я хочу вот эту единственную технологию здоровья, которая позволит людям не болеть, во всяком случае, дольше не болеть, нам все-таки надо это сделать. Давайте с вами этот цикл лекций продолжим, потому что мне само интересно, я представляю, как интересно будет нашим слушателям, потому что, когда два разных человека, биолог, который занимается природой, и врач, который занимается, но, по сути дела, уже больными, глубоко больными людьми, найдут между собой консенсус, вот это и будет та территория, на которой мы можем создать технологию здоровья, потому что технология здоровья, это только технология питания, движения, очищения и защиты, и ничего больше. Конечно, как говорил Гиппократ, что пища и есть лекарства, а лекарства пища, но если мы люди, вот, что бы мы не учли в своей жизни, какие бы мы самые лучшие препараты не придумали и не потребляли бы, но если мы повернемся к природе не лицом, а, извините, другим местом, то мы обязательно получим от нее пинок, и лучше нам не будет, а только хуже, какая бы гордыня нас не обуяла, главное, чтобы обуяла нас здравомыслие, и вот тогда мы бы, вопреки своим желаниям, амбициям, там, и так далее, лучше бы за разум взялись, и без питания, без понимания, как это влияет, ведь это то, что каждый день сотнями грамм, а кто-то килограммами себя что-то впихивает, это все должно разлагаться до молекул, до атомов, это должно все быть усвоено, а это не бывает все, тем более, если мы пищу видоизменим, тем более, если мы сделаем ее еще канцерогенной, и так далее, и тогда мы теряем свой колоссальный ресурс, который дам нам природы на огромное количество лет, и мы десятилетия жизни у себя крадем, пока мы не поймем, что питание это основа основ. И только питание, все есть питание, да, то есть и питание мы должны от природы, я с вами абсолютно согласна, еще землю нам надо сохранить, землю нам надо сохранить, потому что природа, она не бесконечная, не безграничная, она регенерируемая, так как наш организм, но мы должны включать мозги уже реально, времени уже не очень много осталось, поэтому... Уже не много осталось, и вода действительно уходит, и качество воды, вот если еще были... Вот вы знаете, очень важная тема, я глубоко анализирую еще вопросы долголетия-долгожительства, поднимая статистику по региону, ну, в общем, это у меня есть целое на канале, на моем ютубе, отдельный плейлист по долголетию-долгожительству, кстати, очень рекомендую вам тоже посмотреть, потому что вот я вам такой один факт скажу, все считают, что на Окинаву самое высокое в процентном отношении среди населения долгожителей, да, а я вам скажу такую вещь, есть такой район, между вот Пушкиногорским, где у меня хозяйство, куда я с семьей переехал жить, да, из Москвы, есть у меня, там есть такой Апочкинский рядом район, и вот на границе этих районов были деревни, очень много старообрядческих, ну, и там до последних времен, буквально до годов 70-х, там прошлого века, очень бережно хранили традиции, в том числе по знанию фунгой фитотерапии, как сейчас говорят научным языком, и не только. Гигиена соблюдалась, жестко правила гигиены, потому что старообрядцы, вы сами знаете, вот почему думают люди, они брезгливые люди, не пьют чашки, кружки свои, а это вот правила гигиены, это правильно. Конечно, конечно. Вот, и вот я вам скажу так, что сотни факторов есть, ну, десятки как минимум, объективных, а не субъективных, и вот, что я вам скажу, когда я подсчитал количество, а там есть, слава богу, один местный крыльевет, эти все данные, статистику, очень хорошо зафиксировал по продолжительности жизни среди вот этого района. Я вам скажу так, в 300 раз больше, чем на Окинаво, больше 100 лет, то есть каждый десятый. Это в 300 раз больше, чем на Окинаво, но это никто не знает. И вот это очень ценные и важные знания, я очень советую, ну, тоже посмотреть, эту аналитику. Так вот, вода, пару слов о воде. Да. Те места, которые когда-то были, сейчас этих мест уже нет на планете, это уже долгодоживатели, а были когда-то долгожители. И вот сверхдолгожители, которые 130, 150 и так далее, как, например, известный Мансир Киуд, который в Абхазии, ну, например, в 1948 году ему было 146 лет, это были официальные данные, статистики, то еще сталинской статистики, абсолютно точной, а не то, что как сейчас, были научные фильмы сняты на эту тему, и вот я скажу так, в тех местах, есть такой район во Вьетнаме, есть такой район от озера Таймыр, там около него есть определенное место. Так вот, их было, ну, может быть, мест около 20 на планете, где вода обладает, которую они пьют, определенными физико-химическими свойствами, где ОВП обязательно отрицательный, где водорода содержания около примерно 0,8 миллиграмм на литр воды, и так далее, и так далее. Это все объективные вещи. Только лишь вода, но та вода, которая близкая по своим свойствам к свойствам воды внутриклеточной, которую организм, какую бы мы воду не пили, обязательно перестроит эту воду. Вопрос, какой ценой, до той воды, которая... Сколько энергии он потратит на это? Энергии, так сказать, не только энергии, сколько, и так далее. То мы тогда, соответственно, теряем вот эти десятки, как минимум, на 30 лет продолжительной жизни тех людей была выше, только из-за уникальных свойств воды, как суперочистители. Вы знаете, я однажды приехала с презентации дистрибьютора в Муром, в Муромские леса, да? И мы привезли ОВП-метр, мы привезли Коралл Майн, мы привезли слайды там, и все, и только-только попросили людей, чтобы они пришли на презентацию именно со своей водой. И представьте себе историю, они принесли воду в бутылках, такие люди замечательные, мы меряем минус 20, меряем минус 50, меряем минус 100. Мы просто в ужасе были, мы говорим, у нас ОВП-метр сломался, второй достаем, снова минус 50. Они сидят так, ну, деревенские люди так посмеиваются, мы говорим, мы ничего не понимаем, что происходит, мы хотели вас удивить отрицательной водой. Они говорят, девочки, милые, вы нам так понравились, мы вас так долго слушаем, вы такие умные вещи говорите, мы понимаем, что вы хотите нам здоровья. Вода из наших муромских лицов в деревянных бочках возилась к столу царя Ивана Грозного. То есть, и мы говорим, ну, мы тогда снимаем шляпу, они говорят, да, и мы живем в тех местах, откуда, так сказать, цари пили воду. Вот для нас это было полным шоком, конечно. Я более того скажу, есть такое место на верховье Селигера, озера, вернее, Стерш, это верхняя система Верхневолжских озер, даже местные жители подметили, что, несмотря на любой образ жизни, даже неправильно, неадекватный, хотя, скажу, дорогие друзья, вы только не расслабляйтесь по этому поводу, просто человек, который при уникальных возможностях, таких, как вот такая вода, он просто тем, что живет как-нибудь, как попало, он теряет дополнительные десятки лет жизни, что очень, в общем-то, грустно и жалко, а потому что их можно провести с гораздо большей пользой, чем пить, курить и непонятно, чем заниматься, но это так, к слову. Так вот, там лет на 20-30 люди дольше жили. Потом, вот в Владимирской области, совершенно верно, мне тоже рассказывали именно о таких местах, то есть они есть, но, еще раз скажу, там, и то, когда начинаешь изучать эту воду, как правило, видим мы то, что там низкая минерализация, как правило, мы видим то, что там ОВП хотя бы к нулю или в небольшой минус, но, если бы там еще были другие свойства, такие как там коэффициент поверхностного натяжения, прочее, водород в воде определенный, его количество молекул там, да, растворенного, вот тогда бы это и были бы те уникальные воды, которых сейчас уже практически на планете, потому что человек уничтожает планету, а это, конечно, все связано, это как кровеносная система планеты подводных, подземных источников, которые иногда выходят на поверхность, и не все то, что мы называем родниками, является на самом деле родниками. Конечно, конечно. Вот, и вот мы просто действительно люди, и вот надо приходить к тому, о чем говорил еще давно Вернацкий, то есть вот это создание действительно ноусферы, как сферы, объединяющие вот эту биосферу, то есть природную, так сказать, экосистему, да, в целом планеты, Земля глобально, и техносферу, чтобы наша человеком созданная техносфера не убивала, не губила бы, а жила бы в гармонии, используя те возможности, которые дает природа, для того, чтобы человеку было, ну, легче, сподручнее жить, используя, так сказать, технический прогресс, но только ни в коем случае, чтобы этот прогресс технически не уничтожал природу, вот о чем как раз мы говорим. Согласна, абсолютно с вами согласна. Я рада, что мы с вами на одной волне. Да, да, и это возможно, главное, я, например, это абсолютно знаю, как это можно сделать во всех сферах, потому что я, ну, и во многих технических сферах тоже идут, так сказать, изучения и так далее. У меня же вот я и хозяйство вот в Пушкинских горах как бы создал, на базе которых хочу как раз обучать людей вот этому природному видению, природному построению жизни, скажем так. Миссия у вас такая, Юрий Андреевич, миссия у вас такая, вы с ней пришли. Я так это ощущаю, действительно. Я абсолютно это знаю, я даже не ощущаю, я это просто знаю, потому что столько, сколько вам дано во всех областях, это абсолютно миссия, это миссия, это просто сохранить природу, сохранить человека в природе и сохранить мозги наши. Да, и знаете, более того, как одной из составляющих, вот то, о чем мы сейчас говорим, что сохранить это и действительно сделать человека, высокодуховным существом, творцом и так далее, я вижу в обязательном порядке, человек не может быть без природы, а с природой исковерканной, искалеченной, тоже здоровым человек быть не может. И поэтому в нашей, скажем, среде, в нашем мире, где уничтожены практически леса, первобытные, широколиственные леса, это невозможно в полной мере говорить о здоровье. Поэтому главная задача, одна из главных, я вижу, я буду этим заниматься, восстановлением, и на примере нескольких сотен гектар я покажу, то есть это моя как бы глобальная задача, какой можно воссоздать тот уникальный мир древний, вечно меняющихся, вечно, в отличие от хвойных лесов, широколиственные леса, только не путать со смежными, они существуют вечно, самообновляющаяся вечная система, где вершина... саморегенерация, саморегенерация. Абсолютная, да, где на вершине стоят дубы, грабы, вязы буки, и когда-то у нас до ледников были и секвой, и мета-секвой, и гингобелоба, и прочее, и хурма, которая, например, виргинская, которая минус 40-50 градусов выдерживает температуру, хурма растет и дает плоды, и все это было в лесах, и вот это все надо возвращать, тогда человек, просто поняв, как все это работает, прочувствовав, он изменится однозначно, это я точно знаю, поэтому вот эта задача, создать такой образец, я хочу вот это вот, как моя глобальная задача, которую мы сейчас будем в Сковской области воплощать. Я вас очень сильно понимаю, потому что я совершенно недавно наткнулась на такие статьи, как живут растения, как они думают, как они мыслят, как они с нами общаются, какие у них свадьбы, песни, пляски, какая у них борьба за жизнь, то есть это увлекательнейшая история, которую мы вообще, я думаю, вы это знаете, но 95% людей на земле даже не думали, как больно растениям, когда мы, так сказать, неправильно к ним относимся, безусловно. Это очень серьезная и глобальная тема, вы знаете, даже более того, наши предки, и вот когда приезжал к нам, к Россию, ну к нам в экопоселение, вот туда, в Ржевский район, Сеп Хольстер, известнейший австрийский, такой вот, ну назовем экофермер, аграрий, да, революционер в этом плане, можно сказать, он не то, что революционер, он всего лишь возрождает то, что было когда-то потеряно, и вот такие люди, как он, то есть я обнаружил очень интересные вещи, несмотря на то, что он там, ну немец, там австриец, ладно, неважно по происхождению, этот человек с детства, вот я видя, знаете, что он рассказывал о себе, я видел то же самое, про себя вспоминал, вот один в один, как мы тритонов ловили там, и он и я, так сказать, ну вот все один в один там, как мы изучали природу, вот именно изначально, конечно, без всяких книг, и может быть, это как раз хорошо, мы шаблонов не нахватались, что чего-то невозможно, это очень я тоже, вот с детства, что очень важно, пока человек не сломлен, пока в него не забиты какие-то вот догматы, стереотипы, которые потом очень трудно в жизни переломить, скажем, или переосмыслить бытие, так вот, и он, вы знаете, что он говорил о дереве, он то же самое, что я, конечно, знал, какие были ритуалы, когда вот, например, спиливали, готовили дерево, в какие дни, даже часы, даже минуты, определенные свойства, так сказать, там потом уже древесины, и они меняются, это как с водой, когда вот в то самое крещение, хотя до крещения это был другой славянский праздник, который был основан на знаниях законов природы, что меняется, да, в мире, и в космосе, уже в космосе, что называется, а планета, естественно, связана, не изолирована, она связана с космосом, и все эти свойства, силы, знания, это и называлось то, что мы называли знанием о законах природы, и вот наши предки славяне, и все другие народы когда-то очень хорошо это знали, понимали и чувствовали, мы потеряли эти способности, знания, и только единицы людей, их пока эти знания еще охраняют, сохраняют и удерживают, а это очень важно, потому что без этих знаний вообще мы не можем говорить о том, а что мы какую-то гармонию можем достичь, потому что это будет противоестественно, я очень рада, что мы с вами снова вместе в эфире, я очень рада, что мы с вами работаем, я очень рада, что мы на одной волне, и что мы уважаем то, чем занимается каждый из нас, я хочу, чтобы биологически активные добавки заняли полноценное место, потому что это очень щадящая история эксплуатации природы, если человек съедает там две таблетки хлореллы и получает суточную дозу всего, что необходимо, вместо там килограмма мяса, конечно, это надо делать, и я готова с вами за эту тему стоять и продвигать, и за экологию, и обязательно за разум. Более того, Ольга Алексеевна, некоторые люди, это очень важно здесь уместно, я считаю сказать, и совершенно по праву с какой-то точки зрения, если посмотреть, скептически смотрят вообще на аббревиатуры БАД, биологический активный добавок, это не зря, потому что, конечно, особенно в 90-е годы наш человек, особенно русский человек, он доверяет, и вот многие мерзавцы на этом доверии сыграли не зазорно, когда человек зарабатывает, делая хорошее дело людям, плохо, когда он зарабатывает, не делая ничего, либо делая плохое, и вот, к сожалению, эти долгие годы, даже уже лет 20, да, как минимум, многие люди обожглись на мошенниках, махинаторах, и вот это опасно, но я хочу к нашим изделителям обратиться, поэтому и нужно проявлять здравомыслие, и понимать, не только, что верить, вот, что я говорю, или Ольга Алексеевна, думать то, о чем мы говорим, анализировать это, изучать, все же очень просто, в природе вообще нет ничего сложного, почитайте, посмотрите, какие-то вводные лекции, подумайте саму, вот, как бы, так сказать, логику изложения, и потом проверьте это, очень просто все, это основа основ, такие же, как вот основы биохимии, когда я всегда привожу пример, когда люди до сих пор, причем даже с медицинским образованием, что удручает, говорят, например, такую глупость, что есть надо белок животный, потому что это полноценный белок, вот они читают мантру, я спрашиваю, а что значит полноценный, они говорят, ну потому что там все 8 незаменимых аминокислот, сразу возникает вопрос, а что, нет растительных продуктов, где есть, например, 6 аминокислот, незаменимых из 8 или 7, или, например, 5, и что мы не сможем съесть 2 или 3 продукта, и получить все 8, это первый абсурд, второй абсурд такой, дорогие друзья, какой бы вы белок не съели, высокомолекулярный животный, или там соевый, или, так сказать, из орехов, или вы если съедите там в виде полипептидных сыпочек, из там любых растений, там, так сказать, допустим, зелени, фруктов, овощей, вы что думаете, вы этот белок можете усвоить? Да никогда, любой белок, пройдя через ЖКТ, он обязательно, дойдя до тонкого кишечника, разберется, он обязан разобраться до мономеров, то есть до аминокислот, если это не происходит, и часть цельных белков всасывается в кровеносную систему через кишечник, а это происходит, когда человек ест по своему невежеству мясо, к сожалению, то тогда возникает реакция антигена-антитела с образованием кодоверина, трупного яда, гнойных токсинов и так далее, и они не все выводятся из организма, ну а если вы съедаете даже растительный, любой белок, он все равно обязан разобраться, и если он разбирается до аминокислот, кровью эти аминокислоты, вместе с другими питательными веществами, идут в каждую ткань, в каждый орган, в каждую клетку нашего организма, где в органеллах, которые называются рибосомы, происходит что? Процесс биосинтеза белка, то есть сборки белка, и так, если мы верим основам биохимии, и понимаем, что в каждой клетке организма, в данный момент времени, который ни один академик не знает, какой нужен белок в данный момент времени, в данной клетке, а только природа, и если мы понимаем, что белок у нас, любой белок, который нужен нашему организму, синтезируется у нас в рибосомах, в клетке, то есть соответственно, то нам в питании, что нужно, вопрос белок, нет, ответ, нам нужны аминокислоты, вот и все. Согласна, я всегда говорила, что очень просто быть просто тупо вегетарианцем и веганом, то есть ничего не получится, надо быть умным вегетарианцем, умным веганом, я всегда вегана спрашиваю, где вы берете метианин, если он не может ответить, я говорю, запишитесь к Юре Андреевичу, обучитесь, потому что вы себя обедняете, то есть нельзя просто убрать, выкинуть животный белок, надо заменить его растительным полноценно, согласен? Совершенно верно, да, и вы знаете, при лечении я всегда говорю, что дорогие друзья, если вы хотите, есть серьезные, тем более серьезные, когда уже организм, понятно, что иммунная система, система все изношены в какой-то мере, в то или иной, я говорю, первым делом, ну, наряду с прочими мерами, в комплексном подходе, необходимо учесть, чтобы не было дефицита в витаминах, аминокислотах, минералах, жирнокислотах, и тогда, если мы учтем, чтобы организм не испытывал дефицита в этих жизненно важных всех компонентах, мы не будем исследовать, и этим не надо, есть клиники в Швейцарии, 10 тысяч евро, пожалуйста, можно таким путем пойти, они все исследуют, каких микроэлементов, где не хватает, но можно пойти другим, мы всего лишь комбинируем определенные продукты, при комбинации этих продуктов, мы гарантированно, гарантированно получаем все необходимые микро-макроэлементы, жирные кислоты, и тогда, тогда, уже при равных прочих, при равных прочих, уже процесс восстановления пойдет гораздо лучше, потому что мы, может быть, впервые за долгие десятки лет, начали применять, например, такие микроэлементы, поставлять с пищей, как литий, хром, без которых, так сказать, определенные процессы обменные идут, ущербно, и в первую очередь, так сказать, не хватает йода, хрома, так сказать, прочих микроэлементов, идут что, и в первую очередь, гормональные системы организма страдают, рушатся, и так далее, он стоит фукус, например, внедрить в питание, ну, особый только, вот это очень интересная тема, я вам, Ольга Алексеевна, потом скину ссылочки, посмотрите, так вот максимум за три месяца проходит диффузный зоб, узлы в щитовидной железе, макс, а у некоторых чудеса бывает, когда за две недели, три, такие люди есть, причем, например, один из ярких примеров, это молодой, кстати, молодой врач, сыроед, сам врач, так сказать, Артем Хачатериан, который не мог вот эту проблему решить, многочисленные узлы в щитовидке, и у него за полторы банки фукуса нашего прошли эти узлы, ему не хватало, очень серьезная тема, эндокринология, это просто мега серьезная тема, мы обязательно коснемся с вами ее. Я вот тоже вчера мы с Маровой Горшаковной Аганьян общались, там по телефону она мне позвонила, там, ну, по своим, я вот тоже рассказал, я говорю, вы внедряйте, это так, это не панацея, но почти, вы знаете, я процитирую одну последнюю вещь, коса, просто это настолько тема меня, я вижу результат, она меня настолько вдохновляет, дело в том, что, знаете, мало кто об этом говорит, и вам я вот тоже хочу сказать, подумайте об этом очень серьезно, мало кто понимает, это из врачей даже, что сейчас одна из самых больших проблем недополучения питательных компонентов питания, как следствие очень многих проблем, это дефицит, тотальный дефицит микро- и макроэлементов, причем хилатный, органический, вот этой ионной формы. вот, 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 чем мы занимаемся-то, да? Потому что, потому что почвы уже давно... Истощены. Конечно, из них уже давно... Макроэлементы какие-нибудь там, фосфор насыпать, азот, это пожалуйста, а где взять тот же кремний, литий, селен, так вот, и вот как раз эта проблема колоссальна, я еще ее, ну, долгая история, сейчас не буду говорить, чем давно изучаю, и порой те самые почвы, на которых еще даже 10-20 лет назад было, например, энное содержание того же селена, сейчас в 3-5-10 раз меньше. И вот это, я знаю выход из этого положения, я в своих лекциях, кстати, по органическому земледелию рассказываю, как эту проблему решить в малых масштабах, ну, 6 соток, и как эту проблему решить в масштабах страны. Есть, это возможно, быстро, я бы решил ее за 2-3 года, эту проблему в масштабах страны. Вам бы министром сельского хозяйства сделать, ну, ей-богу. Да, да, и это вот объективно, я просто знаю, вот, и вот не поняв это, очень многие вопросы можно решать, так сказать, с даже препаратами, но не решим никогда комплексно. Так же, как я вот вижу, как специалисты, врачи, фунготерапевты, действительно, очень многие правильные вещи, рецепты, советы, методики по лечению, действительно, они работают, но, я вижу, как они ничего не меняют по питанию, и если бы они изменили, как идут, вот, к примеру, просто, вот, ну, вот, допустим, там, вот молодая семья, она у нас уже третий раз на ярмарки приходит, на наши раз в месяц, они брали, там, определенные ей препараты, там, значит, у нее киста яичников, три сантиметра, за два месяца она стала через два месяца полтора сантиметра, это очень большая тенденция к улучшению. Вот, а бывает, что, например, кисты миомы и там фибромиомы, и вот, скажем, доброкачественные опухоли, дольше лечатся, даже чем онкологические, и на это тоже есть определенные причины, связаны это с прорастанием или непрорастанием кровеносной системы, вы понимаете о чем это, Да, конечно. И, соответственно, донесение питательных компонентов, и в том числе лекарственных, или не донесение до этих клеток, барьер или не барьер, то есть, вот, я почему и говорю, что только обладая комплексными знаниями, понимая хорошо биохимию, понимая, как работают те или иные вещества, в те или иных препаратов, природа нам все дала, нам лишь надо знания эти получить, и второе, что мешает человеку, первое, отсутствие знаний, а второе, это лень. Лень, конечно. Если мы поборем себе лень, и будем стремиться не к тому, чтобы лишний раз телесериал какой-то идиотский посмотреть, это я уже к нашим уважаемым зрителям обращаюсь, а послушать действительно важные лекции, те, которые могут вам, помочь в жизни, получить информацию ценнейшую, и вот это, по-моему, гораздо важнее, поэтому, так сказать, вот это мой совет нашим зрителям, то есть, изучать свой организм, изучать, как он устроен, как устроен этот мир, в котором мы живем, все это, поняв, мы можем, вот, кардинально изменить в лучшую сторону наш с вами жизнь, и наше общество. Давайте будем это делать, давайте будем это делать, я рада, что мы с вами снова возобновили наши телемосты, потому что, на самом деле, нам есть, что сказать людям, и мы многим еще с вами можем помочь, потому что, я четко верю в то, что я делаю, вы тоже, и как бы две наши веры объединяются, но пусть люди проверяют, пусть они смотрят, пусть они анализируют, пусть они с гуглом общаются, я отвечаю за каждое свое слово, вы точно так же, поэтому... Я более того скажу, что мы, конечно, будем советовать нашим зрителям, говоря уже о Кораллом Клубе, возвращаясь, конечно, не все подряд, конечно, безусловно, а только и не в Кораллом Клубе есть не все, прям то, что надо сразу, вот, а вот те, действительно, у них такие препараты, как там, фандетокс, который, артишок, которые действительно, вот, но объективно ощущаемые, сильные воздействия, которые действительно кардинально отличаются, вот тот же белурон, почему я хотел про него поговорить. А, кстати, по артишоку, господин фон Бок по фандетоксу, да, он, чтобы доказать, что его продукт работает, целый год употреблял бутылку корейской водки в день, в день бутылку корейской водки, это, извините, не наша водка, да, и через год у него абсолютно были идеальные трансаминазы и все, и он сказал, я на себе, на своем собственном опыте докажу вам, что я создал уникальный продукт, это по поводу фандетокса. Да, 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 по поводу печени, я просто нашим зрителям скажу, дорогие друзья, конечно, ни в коем случае не потребляйте не только бутылки, но и ни грамма никакого алкоголя, потому что это понятно, что это генное оружие, и, так сказать, это ничего хорошего, кроме абсолютного зла в этом нету, кто еще не понимает, просто изучите эту тему, не надо спорить, пожалуйста, кто вот новенький придет и будет там насчет там церкви, насчет когоры, или, так сказать, вина говорить, я вас пока просто на веру мне воспримите, то, что я говорю, что ни капли правды в этом нет, а только одна ложь. А что касается священников, если кто-то из вас начнет приводить в примеры, то, уверяю вас, меня смотрят сотни священников, как оказалось, и на фоне, и во многих, так сказать, и даже в Австралии, ко мне из Австралии приезжают, и вот, так сказать, каждое слово они, начиная от питания и насчет непотребления мяса, честные люди, порядочные, кстати, это абсолютно и в плане религиозных учений абсолютно понятно, как это все исказили и извратили. Так вот, для того, чтобы человек действительно стал рабом, а не стал, что называть, сыном Божьим, кто понимает, о чем я, кто религиозный или верующий. Так вот, я это все обязательно, вот у меня дойдут руки, опубликую, и вот эти письма некоторых священников, где они сами объясняют, поэтому это все обязательно мы потом тоже разберем. Вот, а речь идет про печень, просто действительно клетки печени, гипотоциты, на них, на разрушение этих, склеивание, замещение фиброзной ткани, как крайнее следствие, цирроз печени, играют несколько факторов. Алкоголь, другие яды, токсичные вещества, химические, но не только это, а в частности, вареный крахмал, о чем я в своих лекциях рассказываю, так сказать, также склеивает клетки печени гипотоциты, и буквально 5-7 минут, кислородное голодание, клетка погибает, фиброзная ткань, рубец, и, соответственно, вот так в свое время известный натуропат Норманокер себя практически убил, разрушив свою печень, это еще в те времена, когда пища была экологически чистой. Имейте это в виду, потому что вспомните наше советское прошлое. Это картошка, да, это картофельное пюре, по сути дела. Конечно, это рис, картошка, это макароны, хлебобулочные изделия, потому что, ну, вспомните, как в советское время мы клеили обои. Да, 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 согласна. С этим согласна. пшеничной мукой кипяченой, это вот клестер, это крахмал вареный, это то, чем мы склеиваем свою печень. А потом удивляемся про варикозное расширение вен, про геморрой, это как раз то, вот что является уже следствием комплексных неправильных действий, которые мы, к сожалению, я, вы знаете, даже есть люди, которые вот мне пишут, некоторые из староверов, которые вот, например, одна женщина написала такое письмо, вы знаете, мы переехали в Сибирь еще когда-то, у меня есть фотография, пишут моего прадедушки, он родился в 1840-м, умер в 1958-м году, ну, на 118-м году, они никогда, говорит, не ели мясо, не он, это говоря о Сибири, о тех предрассудках, стереотипах, что энергии, никакой там энергии нет, это глупость, там сразу возникает выражение после сытного обеда полагается поспать, что это такое? Это как раз то, что если пища дает энергии, то никакого не то, что спать или отдых, а сразу можно и вагоны разгружать. А если не так, то значит не та эта пища. Так вот, и вот они не ели в роду, говорит, у нас никто не ел никогда мясо, пишет женщина из Сибири, а ей уже за 50, и она еще рожает. У нас все, говорит, вынинчили прабабушки. Было тяжелые времена, во время войн, когда вот дедушка рассказывал, когда ели, например, картошку, ну, даже картошку ели сырую. Вот понимаете, мы сейчас это воспринимаем как какое-то что-то, знаете, странное, но только лишь потому странное нам это кажется, что это не входит в круг наших понятий, а не потому, что это не есть правда. Мы давно изменили жизнь, мы даже вот, если я расскажу о том же отсылке Чернышевского, что он был сыроедом, он что-то, что выращивал, своими руками брал в Сибири и ел свеклу, прочие, репу, и все это на год, ему на зиму хватало, то многие даже, как бы скажут, неужели это правда? Ой, а вы знаете, что, например, так сказать, вот жена Репина, например, да, которая была тоже, не просто веганкой, а тоже сыроедкой, она, это вот сейчас кажется фантастикой, до 30-х годов были сотни книг по сыроедению, по фруктоедению, кружки тысячи до революции были, и вот она даже у академика Бехтерева, того самого, ей давал академик Бехтерев читать лекции для студентов по сыроедению, вот так-то, это просто люди не знают сейчас, вот, и вот это, конечно, надо внести ясность, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения биохимии, и ведь есть ответы на все эти вопросы, они также примитивны и просты, как и все то, о чем мы сегодня говорили, поэтому обязательно я вот и рекомендую смотреть эти, в том числе, лекции, что просто для общего, что называется, образования. Да, потом человек сам решит, что ему делать, да, и если он даже что-то съест, там, то, что не положено, это будет, так сказать, ну, не так глобально уже, потому что... Сознание дело, это уже сознание. Сознание, это работа с сознанием, да, конечно. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, и надеюсь, что мы сделаем с вами цикл лекций, потому что меня очень об этом просят люди, очень просят. Обязательно. Вы знаете, да, дорогие зрители, мы в следующий раз с Ольгой Алексеевной поговорим о комплексном очищении организма, о подходе, о разных подходах к этой важной проблеме. Мы поговорим, как в том числе препараты, например, «Кораллового клуба» можно использовать, какие конкретно для этих целей. Я расскажу, так сказать, о механизмах, вот, например, как можно снять температуру любую, 40 градусов у ребенка, а вы буквально за через час у него будет 36,6, например. Вот, например, это тоже связано, как, может быть, кому-то странно мне покажется, с очищением организма, с быстрым, шоковым или не шоковым, а правильно сказать, неправильно, таким быстрым, скажем, но эффективным. При этом, так сказать, будет только состояние здоровья, лучшей энергии и так далее. Буквально через день человек будет уже здоров абсолютно. И мы расскажем, как в долгосрочной перспективе, применяя определенные продукты питания, препараты, можно добиться, какие курсы можно пройти, для каких видов больных можно применить тот или иной курс. Вот об этом мы давайте... Очищение. Вот об этом мы давайте как раз поговорим в следующей нашей лекции, которую, я думаю, наши зрители будут ждать. Ну что ж. А я хочу еще сказать по поводу препаратов Коралл-клуба. Вы же сами понимаете, что я знаю практически все БАДы, которые делаются в мире. То есть я эксперт по БАДам. Я знаю их и физически, и химически, и механически, все знаю. Но я не могу гарантировать их качество, потому что я не имею доступа ни к сертификатам, ни к чему. Это то, с чем я работаю 18 лет. То, что я пью сама. И за качество которого я как бы могу себе отчитаться. Потому что вы же тоже понимаете, что я могу порекомендовать людям послать их в аптеку, туда-сюда. Они придут, их отравят, а потом дальше, Ольга Алексеевна, скажите, что мы выпили и как так получилось. Я должна быть уверена в качестве. Так же, как вы в своих продуктах, Юрий Андреевич. Да, ответственность, конечно, у нас очень большая. И в этой связи, кстати, хочу подтвердить, сказать, что некоторые зрители мне писали письма, и задавали вполне конкретные вопросы. У них были опасения насчет каких-то препаратов Коралла Клуба. У них были цитаты определенные из интернета и из других источников, где они говорили, ну как же, неужели это правда? Я отсылал. Да, ко мне. Кольбе Викторовне, да, не раз это было, вы помните, и вы изучали то, что вы не знали, вы адресовали хит. Абсолютно честно себя веду, да. Да, то есть, ну не знаете, мало ли там, какой-то процесс, вы уточняли, нам отвечали, и мы отвечали этим людям. Мы ответили каждому человеку, который нам задал вопрос по качеству. Я связывалась с руководством, я связывалась с отделом сертификации, и вы подтвердите, да? Я вам развернутые высылала там заключения, да, потому что мы ни один вопрос не оставили без ответа, потому что... Конечно, потому что мы и сами хотим разобраться. Ну конечно, конечно. Конечно, если есть как-то, все знать невозможно, на то есть технологи, но если что-то действительно возникает, какое-то сомнение, безусловно, его надо, ну по крайней мере понять. Обращайтесь, конечно. Обращайтесь. Да, поэтому, дорогие друзья, будут какие-то вопросы, и даже такого рода, ну только, так сказать, если действительно вопрос серьезный, а никакой, сами понимаете, все-таки в наше время, ну если отнимать, то поймите, будьте правильно, адекватны, то, так сказать, ну по серьезному вопросу, то пишите, конечно, мы обязательно ответим, публично ответим на эти вопросы, и касательно в том числе... Или ссылку дадим на ресурс, который ответит. Вот, и даже ссылку дадим, что касается любых, в том числе препаратов Кораллового клуба. за которые мы отвечаем, за которые вот я персонально отвечаю. Я за свои слова отвечаю, как... Я 40 лет в медицине, я отвечаю за каждое свое слово. Конечно, иначе, ну так сказать, как можно было... Иначе смысла нет вообще ничего. До свидания, Юрий Андреевич. В этой сфере не были бы, конечно, если бы это было не так. До свидания, до связи. Да, конечно. Ну что ж, ну давайте тогда на этом сегодняшнее наше вот такое общение завершим. Я надеюсь, наши зрители будут... Ну, они оценят и напишут и своими, как говорится, лайками, и письмами, и отзывами. А мы, дорогие друзья, прислушаемся к тому, что вы напишите, и как-то это скорректируем, учтем. Вот следующее наше выступление вы уже будете знать, какое будет. Ну, а потом, давайте будем отталкиваться от того, какие вы будете задавать вопросы, и какие вам темы будут наиболее актуальны. Вопросы нам жизнь задаст. Да, сама жизнь нам подскажет, что о чем говорить. До свидания, будьте здоровы. Всего хорошего, до свидания, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok